Тайна Рубикона В фильме снимались Брайан Макнамара, Марджин Холден, Колан Малви, Брэд Такер, Джереми Коллаган, Энтони Энглман, Рене Нафау, Стивен Грайвс. Оператор Бен Нот. Композиторы Гарри Макдональд и Лоурен Стоун. Продюсер Дэрил Шин. Автор сценария Эрик Смол. Режиссер Ян Гилмор. Пойнт Нуар Африка. Первый вызывает девятого, прием. Первый, девятый, слушает. Внешний периметр чист. Просим разрешения войти в квадрат 32. Первый, подключите изображение. Включаю видеокамеру. Изображение с помехами. Вероятно, откуда-то идет очень сильный сигнал. Рассмотреть ничего невозможно. Чем ближе мы подбираемся к цели, тем сильнее будут помехи. Вас поняла первой. Продолжайте, лейтенант. Первый, следуйте в квадрат 32. Вас понял, девятый. Первый, следуйте. Генерал, мы что-то должны сделать. Сэр. Генерал, первый, говорит, девятый, как слышите? Первый, это девятый, прием. Джеймс. Ничего не было. В свете последних событий я решил привлечь к работе Питера Дойла. Генерал, после того, что случилось... Он прошел все проверочные тесты. Генерал, позвольте, но... Лейтенант, именно от нас зависит, останется ли существовать база Рубикон. Понимаю, сэр. Отлично. Потому что вы единственный человек, которому я могу доверить задание на базе Рубикон. А Питер Долл единственный, кто может доставить вас туда. Тбилисс, Центральная Америка. А вы уверены, что он живет именно тут? Да. Змеиный человек. Личное дело офицера. Психически неравновешен. Вот в этом? Правее. Вон в том? Ближе всего. Я вернусь через 15 минут. Хорошо. Спасибо. Спасибо. Лейтенант Дуэл. Лейтенант. Есть кто-нибудь? Лейтенант. 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 Не дышите. Лейтенант. Вы дышите? Хорошо. А теперь очень осторожно посмотрите себе под ноги. Очень осторожно. Это африканская гадюка. Она говорит сама за себя. Верно? Вот и отлично. Я просто хотел, чтобы вы поняли, что забирается вам в штаны. Кто вы? Младший лейтенант Уильям Борак, сэр. Ну, младший лейтенант Уильям Борак, что вы тут делаете? Ещё спокойнее. Она не любит резких движений и громких звуков. Мне поручено передать вам инструкцию, сэр. К чёрту. Сэр, это инструкция генерала Пемброка. Тем более, к чёрту. Вы не поняли? Я не доил её уже несколько дней. А если их регулярно не доить, они очень злятся. Становятся просто сущими стервами. А их яд становится ещё сильнее. Обстоятельства операции Рубикон. Пемброк потерял взвод во время операции в Пойнт-Нуар. А я тут при чём? Меня признали ненормальным. Взводом командовал ваш брат, лейтенант Джеймс Дойл. Кто-нибудь выжил? Мы считаем, что Джеймс может быть ещё жив. Что там случилось? Засада, сэр. Чья? Лейтенант. Операция была засекречена, но если вы... Не заставляйте меня читать эти бумажки. К тому времени, как я их прочту, она найдёт чем закусить. Что такое Рубикон? Это секретная исследовательская база, построенная во времена Холодной войны. Какие исследования? Биологические, сэр. Военные разработки вирусов убийц? Пару лет назад исследования были приостановлены. Но в Рубиконе есть система безопасности на случай, если что-то пойдёт не так. Какая система? Ядерная бомба. Лучше уничтожить полуафрик, лишь бы не выпустить вирус. Благослови, Господи, Америку. Несколько дней назад повстанцы из Конго пробрались на базу и активировали пусковое устройство. Через 30 часов остановить его будет уже невозможно. Нам пришлось послать туда взвод, чтобы нейтрализовать бомбу и повстанцев. Ах, да. Мне не нужна работа. Мне вполне хватает того, что я зарабатываю на яде. Я отлично знаю, как себя надо вести со змеями. Я им доверяю. А вот Пемброг – особенная змея. Но ваш брат... Мой брат мёртв, насколько я знаю, уже несколько лет. Похоже, вам не мешает посетить туалет. Да. Он за домом, на заднем дворе. Идите, я прочту пару страниц. И хлопните несколько раз дверью, чтобы вспугнуть тарантулов. Что думаешь, Эгги? Я боялся, ты скажешь именно это. Спасибо. 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 ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Лейтенант Твои любимые? Я бросил курить, сэр Трое, о ком ты просил, уже прибыли и готовятся С тобой пойдут еще двое Об этом мы не договаривались Я посылаю младшего лейтенанта Борока Шутите? Да он обмочил штаны при виде змеи Да, я слышал, он хороший солдат Дойл, он должен пойти Другой узкий специалист Физик? Работа по квантовой механике, физике частиц, статистической математики и компьютерным технологиям Я думал, что должен лишь отключить пусковое устройство Ты должен доставить туда команду в целости и сохранности и узнать, что случилось с первым взводом Я не обещаю, что Джимми еще жив А я не обещаю, что он останется жив, когда я его найду В этом квадрате вы, вероятно, можете столкнуться с повстанцами У вас меньше 20 часов до того, как устройство сработает Мощность заряда такова, что Чернобыль по сравнению с ним покажется детской игрушкой Генерал Лейтенант Питер Дойл Лейтенант Джойс Дарвин Лейтенант Ваш второй командир Второй командир? Тот самый физик До начала операции у вас всего два часа Забудьте Здравствуйте Мне не нужен еще один командир Генерал Лейтенант Можно узнать, в чем ваша проблема? Второй командир мне не нужен На последнем задании у вас был второй командир? Тогда вы все знаете Ваш брат пытался всего лишь Мой брат предатель Я в это не верю Я служила с Джеймсом Я уважаю его умения и способности А вот про вас я читала только отчет психиатра И в нем мало приятного К сожалению, Пемброг считает, что только вы можете привезти нас на Рубикон Чего вы хотите? Я хочу быть уверенной, что вы незаконченный шизик Который ведет нас на смерть У вас нет выбора Либо команду я, либо все разбегаются Хорошо, Дойл Я снимаю с себя командование Пока мы не прибудем на базу, главное вы А вот потом уже я буду решать Когда мы туда доберемся, я нужна буду вам больше, чем вы мне Да уж И еще одно То, что произошло между мной и моим братом Не подлежит обсуждению Надеюсь, вы и правда настолько умны, как о вас говорят У-у-у Субтитры делал DimaTorzok Поверить не могу, что я продал Субтитры делал свои билеты, чтобы приехать сюда Это же финальная игра Они так выкладываются в финале А я его пропущу Так обидно Черт, мы опять работаем с Дойлом В чем дело? Я не видел Дойла тысячу лет, вряд ли он остался прежним Да и ты изменился Он наехал на своего брата Так может, он заслужил отставку? Я бы не стал рисковать заданием только потому, что ты меня подставил Я бы просто вырвал тебе язык, и мне плевать, что ты мой брат Понял? Барри, позволь напомнить, что мама всегда советовала держать рот на замке Ты забыл, как отец врезал судработнику, и что ты сделал потом? Для идиота у тебя слишком крепкая память Это точно Ну а ты? Думаешь, лейтенанта справедливо уволили? Никогда не судя о человеке, пока не попадешь в его шкуру Ты что, съел утром что-то китайское? Ты говоришь, как китайский философ Я согласен с твоим братом, Сорентино Дойл отличный мужик Если он решит рассказать нам, что случилось в Сомали, он расскажет А до тех пор я предпочту умалчивать о нашем прошлом И не рассуждать о том, чего не знаю Да идиоты должны держаться все вместе Да пошел ты Всем встать Вставай Сэр Вольно Смирно Как дела, Кейдж? Отлично Твои прыщи сразу исчезнут, если ты с кем-нибудь переспишь Знаю, сэр Как жизнь, негодник? Отлично Ты еще развлекаешься сразу с тремя? Только с двумя На трети женился На твоем фоне я сущий монах Поздравляю Спасибо, сэр Сержант Вы отлично выглядите для монаха, сэр Лейтенант Дарвин Сержант Эйлер Хо, инженер по коммуникациям Знаю, я читала досье каждого члена команды Капрал Барри Соррентино, специалист по оружию Капрал Кейдж Соррентино, специалист взрывотехник Он спец по патронам, а я по бомбочкам С младшим лейтенантом Уильямом Бораком вы знакомы? Да, мы с лейтенантом питаем слабость к змеям Поторопитесь Мы выходим в 16.00 А вы слышали, леди? Постараемся обойтись без накладок Запись отчета 10 утра, 3 марта Я доктор Джордан Хенкель для генерала Фостера Пемброка Ситуация критическая Я активировал систему уничтожения Эвакуация в 13.00 Лейтенант Капрал Вы знаете о том, что произошло у Дойла с братом? Они командовали одной из спецопераций в Сомали Им было поручено взять живьем одного диктатора Его брат заявил, что тот первый начал стрелять А Дойл уверял, что Джеймс просто хладнокровно пристрелил мерзавца Завязался бой, и силы диктатора уничтожили почти весь взвод Дойла Когда стрельба прекратилась Дойл набросился на брата как безумный Он бы убил его, если бы их не растащили Трибунал поверил Джеймсу, и Дойла разжаловали за допадение на брата Потом признали психическое расстройство И дали белый билет Вы раньше служили с лейтенантом, сэр? Нет, я имел удовольствие познакомиться с ним только вчера Он был нашим командиром в Персидском заливе И дважды спас мне жизнь Я поцелую взад даже черта, если он мне прикажет Таково для нас понятие верности Верно, Тайлер Еще как Малышка? Это модель Л2А1 Усовершенствованный патронник Если заговорить, не остановишь Плюс 40-мм гранатомет Чрезвычайно эффективен Против всяких повстанцев Делает из них фарш Хватит взрывчатки, Капрал? Это моя работа, сэр Отправлять всех к чертовой матери Знаю Вижу Твоего запаса хватит, чтобы взорвать целый город Тот, кто встречался с девочками-скаутами Привык быть готовым ко всему Ти, что это за штука? Копыта кабана отгоняют злых духов Как кроличья лапка? Нет Как кабанья копыта Шизоид Дай-ка и мне Фонетическая программа А зачем электронный переводчик? Никогда не знаешь, с кем столкнешься В нем всемирный фонетический алфавит Программа рассчитана на голосовое распознание 73-х языков и диалектов Надо просто включить Здорово А я так и не выучил конголецкий язык За меня все скажет моя малышка Хорошо сказано Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Африканский питон Раздавит вас, как пустой орех Вы любите змеи, лейтенант? Особенно с хрустящей корочкой и чесночным хлебом Простите за любопытство, в скольких боевых операциях вы участвовали? В настоящих, а не в учениях Это первое А сколько ядерных бомб вы разминировали? Две дюжины Плюс-минус парочку Не переживайте, лейтенант Мы доставим вас в целости и сохранности Надеюсь, что так, Дойл Иначе вы плывете в лодке с живыми трупами Зона чистая Пусть знают, что мы на месте Первый вызывает девятого Барак Что это? Новейшая система видеосвязи Позволяет постоянно следить за нашими действиями Правда? Да Можно посмотреть? Конечно Надо же Какая-то непрочная Зачем вы это сделали? Не люблю, когда за мной следят Особенно Памбрак Радар зафиксировал последний сигнал первой группы с того направления Северо-северо-восток Приблизительно в двух милях У нас 14 часов Пошли А я помню А я не могу Радария На самом деле А я не могу ИНОСТРА Северо-восток Я не могу Помню Профиксироваться Лейтенант. Смотрите. Что они сделали с его головой? Что за больные твари тут бегают? Это Бруннер. Лейтенант, я нашел еще двоих. Лопес и Дэвис. Сэр, это сделали повстанцы? Нам надо идти. Термодатчик что-то засек. Что тут творится? Ты знаешь столько же, сколько и я. Он быстро передвигается. Лейтенант. Лейтенант. Продолжение следует... 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 О, нет! Ты видел? Что произошло? Какой-то странный звук. Мы видели, как он это сделал. Куда скрылся? Туда! И на повстанцев он похож не был. Так же, как и на человека. Может, лейтенант знает, что тут творится? Самое время вытащить на свет бельишко, лейтенант. Мне нечего вытаскивать, сэр. Я тебе не верю. Ты что-то знаешь. Ты знаешь, что тут происходит. Что это было? Успокойтесь, солдат. Перестань, это не поможет. Что это было за тварь? Сорентино, не смей. Не смей больше так поступать. Мы все умрем. И как же нам теперь вызвать подкрепление? Мы должны добраться до базы. Мы обязаны выполнить задание. Вот о чем нужно думать. К черту. А как же та тварь, что расправилась с Тайлером? Предлагаете забыть о ней? Капрал, если мы не выполним задание, весь этот сектор вместе с нами канет в историю. Подумайте об этом. Все. Пошли. Лейтенант. Что? Я не могу бросить его вот так. Мы не можем бросить Тайлера? Мы вернемся за ним. Надо перебраться на другой берег. Борок, иди с ними. Мне нужна правда. И нечего болтать про повстанцев. Нечто убивает солдат. И мне кажется, вы знаете об этом больше, чем говорите. Я ничего не знаю. Думаете, я бы согласилась пойти с вами, если бы знала, что закончу как Тайлер? Вы сделаете все, что прикажет Пембрак. По-моему, вы отлично умеете прогибать спину, так же, как и мой брат. Он уже однажды принес в жертву моих ребят, и я его за это чуть не убил. Не думайте, что не сделаю с вами того же. Дайте мне жетон Тайлера. Живо! Субтитры создавал DimaTorzok Ты в порядке? Я рад, потому что я ей сам чуть в штаны не наложил. Мы ходячие трупы, Кейдж. Нам не выбраться из этого кошмара. Заткнись и не смей так говорить. Ты раньше никогда так не говорил. Мы раньше никогда не сражались с дьяволом. Такие разговоры не вносят успокоения. Спаси нас, Пресвятая Дева Мария. Ты меня пугаешь. Не надо меня пугать. Дойл вытащит нас отсюда. Вот и видишь, он найдет способ выбраться. Дойл всего лишь хочет найти своего брата, чтобы потом прикончить его. Субтитры создавал DimaTorzok Он опять появился. Вот и твари отличная ориентация. Смотрите. Подтверждаю второй контакт. Второй контакт в 800 ярдах. Приближается. 700 ярдов. 600 ярдов. Невозможно. Слишком быстро. Это тварный человек. Всем в укрытие. Я здорово облажался. Надо было остаться дома и смотреть финал. Соберись с мыслями, Кэтша. Это джунгли. 300 ярдов. Сейчас ты узнаешь мою малышку. Откнись. 200. 100. Спокойно. 30 ярдов. Черт, 20. Тихо. Я засекла еще одного. Тихо. Свинья. Барри. Нет. Нет. Господи, нет. Барри. Не стреляйте. Вы его раните. Отойди, Кэтш. Барри. Барри. Берегись. Что это было? Откуда это взялось? Черт. Что это? Заткнись и смотри в оба. Тайлера убила эта же штука? Нет, другая. Тот, что убил Тайлера, был вроде как в доспехах. Нам понадобятся пушки посерьезнее. Надо выбираться отсюда. К черту задание, Дайл. Успокойся, Кэтш. Ты же сам видел. С чем мы тут сражаемся? Эта тварь будто из какой-то жуткой фантастики. Успокойся, Капрал. Ты посмотри, что он сделал с моим братом. Взгляни. Мой брат. Слушай меня. Слушай, я должен знать, со мной ты или нет. Хочешь идти домой? Хочешь удрать? Или закончишь со мной? Это дело. Ты нужен мне. Очень нужен. Малышку нельзя оставлять. Отдай малышку ей. Ей понадобится. А что с этими? Мы с ними еще встретимся. Мы не первые столкнулись с этими тварями, лейтенант. Мне нужны объяснения. Мне нечего сказать. Это они уничтожили первый взвод? Она ничего не знает. Она знает больше, чем ты думаешь. Что тут случилось? Хватит. Мы должны выполнить задание. Не играйте со мной, лейтенант. Иначе проиграете. Дойл, через несколько часов взорвется ядерная бомба. До нашей цели всего две мили. Это единственное, что меня волнует. Это и поиски Джеймса. Если он жив, он расскажет, что тут творится. Если он имеет к этому отношение, пусть молится, чтобы я его не нашел. Нам конец. Придется перейти. Смелее, Кейдж. Я больше никого не оставлю в этих джунглях. Я не собираюсь ждать, пока рванет эта ядерная дрянь. И не допущу, чтобы одна из этих тварей решила перекусить на ночь. Так что пошли. Их двое внизу. Я прикончу эту тварь. Нет. Нет. Борок. Давай, Кейдж. Борок. 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 КОНЕЦ КОНЕЦ Очень плохо. Заживет. Барри, Тайлер, теперь Борак. Нас уничтожают, сэр. Обстреливают лазерами и преследуют какими-то адскими жуками. Почему мы не можем просто отсюда уйти? Мы уже прошли ту точку, где можно было вернуться. Единственный способ вырваться – выполнить задание. Новый контакт. Чтоб он сдох. Назовите себя. Сначала ты, приятель. Питер? Удивленно? Дойл, опусти оружие. Не заставляй меня это делать. Если бы я хотел его убить, я бы уже это сделал. Недалеко от вершины холма есть пещера. Примерно 500 ярдов на север. Отнесем его туда. Сможешь остаться в дозоре? Да, сэр. Смотри в оба. Мои люди. Ложись. Мои люди. Эти твари убили моих людей. Они быстро передвигаются. Мои люди. Мои люди. Все хорошо. Мы нашли их. Мы тебя вытащим. Я предупреждал тебя насчет лжи. Дойл. Тогда из-за его молчания погиб почти весь мой взвод. Так что я запросто могу пристрелить кое-кого из-за того, что мы уже потеряли троих. У меня приказ. Ты знала, что уничтожила ваших людей. Мне тебе меня обвинять. Не мне? Не мне. Скажи это Тайлеру, Барри и Бораку. Они погибли из-за твоей лжи. Ты сумасшедший. Лучше быть психом, чем лживой, двуличной стервой. Отпусти ее. Вот какова твоя благодарность, Джимми. Я полмири тащил тебя через джунгли. А как насчет твоей благодарности в Сомали? Я из-за тебя неделю провалялся в больнице. Ты не оставил мне выбора в тот момент, когда стал хладнокровным убийцей. Какой ты наивный. Нам приказывали не убивать. Если бы ты следовал приказам, я бы не потерял десятерых. Это Пенберг приказал его убить. Что? У меня был четкий приказ. Он знал, что ты не пойдешь на грязное дело, так что мне пришлось взять эту грязь на себя. Я выполнял приказ. Ему что-нибудь известно о Рубиконе? Расскажи ему. Он должен знать, с чем мы столкнулись. Давай! Говори! Сейчас догадаюсь. Никаких биологических исследований тут не было. Нет. Они были. Только вирусы тут ни при чем. В 61-м Кеннеди не только хотел высадить человека на Луну. Он хотел доставить на Землю разумную жизнь. Астроном по имени Джордан Хэнкель построил здесь радиотелескоп, чтобы отправить сигнал в галактику. Рубикон. В 84-м Хэнкель установил контакт. Недалеко от Рубикона приземлился космический корабль. Мы встретились с потомками тех, кто тогда прилетел. Чудненько. Мы сражаемся не с повстанцами, а с пришельцами. Замечательно. Эти создания убили почти всех людей Хэнкеля, пока их не загнали в карантинный отсек. Правительство приказало закрыть проект Рубикон, а твари уничтожить. Им не нужны были такие визитеры. Пемброк должен был руководить уничтожением, но подумал, что информация с корабля может пригодиться Министерству обороны. Поэтому он заключил с Хэнкелем союз. Он использовал свои связи, и проект заработал втайне. Но 96 часов назад случилось нечто. Приземлился второй корабль. Только на этот раз первыми напали люди Хэнкеля. Они подбили корабль на подлете к Рубикону. Пилотом был киборг-пришелец, которого мы выследили. Он уничтожил охрану Хэнкеля и выпустил всех тварей. Перед смертью Хэнкель успел запустить процесс самоуничтожения. Если Пемброк не остановит взрыв, свою карьеру он может спустить в унитаз. Правительство узнает, что проект работал за их спиной 13 лет. Но самое главное, ему нужен киборг. Ему нужно его оружие и технические знания. Я не верю. Пемброк – патриот. Да он использовал всех нас. Особенно тебя. Он собирается разбогатеть. Киборг для него, как святой Грааль. Джеймс! Джеймс! Отойди. Питер, я понимаю, почему ты так поступил в Сомали. Я предал тебя. Я не мог тебе об этом сказать. Закончи это дело за меня. Джимми, я… Не извиняйся, братец. Как бы я хотел вернуться домой. Джеймс! Ваш брат, у меня жаль, сэр. Вы узнали, что тут творится и кто нас преследует? Да. Расскажу подороднее. А сейчас надо как можно быстрее доставить лейтенанта на базу Рубикон. Есть, сэр? Добро пожаловать в систему вселенной. В системирной фонетике активирован аудиоформат. Все это слишком странно. Это корабль, на котором прилетел Киборг. Тот, который сбили люди Хенкеля. У него серьезные повреждения. Что с тобой? Все в порядке. Повернись. Ты ранена. Знаю. Почему не сказала? Потому что нет времени. Я должен взглянуть, где аптечка. Вот. Кейдж, закрой периметр и смотри в оба. Артерия не задета, повезло. Но все равно нужно зашить. Не волнуйся за меня, надо попасть на базу. Я не желаю, чтобы ты отключилась до того, как остановишь таймер. Так что стой и молчи. Будет немного больно. Так когда же ты планировала всем мне рассказать? Или собиралась пристрелить меня, как только мы прибудем на базу? Мне было приказано молчать, пока мы не остановим реактор, и сюда не прибудет Пембрек. Больно? Нет. Значит, Пембрек опять использовал меня. Он знал, что ты не согласишься, если будешь знать правду. Это верно. Он думал, что если Джеймс жив, ты продолжишь его поиски, даже если на нас нападут эти создания. И что ты сейчас думаешь о своем бесстрашном командире? Не знаю. Я не могу поверить, что он смог принести в жертву Джеймса. Или меня. А что ему остается? Конечно, он пристрелит тебя, чтобы ты его не выдала. Но это бессмысленно. Если только мы не остановим таймер. Дойл, я... Сорентина! Сорентина! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это место просто адский зоопарк. Которая развела какая-то сволочь. База космической связи. Проект «Рубикон» основан 8 октября 1964 года. КОНЕЦ КОНЕЦ Оставь его. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Хэнкель? Да. Система отключена. Будет сложнее, чем я думала. Отключена вся система. Надеюсь, 28 минут тебе хватит. Кто-то здорово покопался в программе. Наверное, сам Хэнкель. Хотел быть уверенным, что никто не сможет отключить таймер. Придется взломать машинный код, чтобы получить ручной доступ к управлению самоуничтожением. Не знаю, получится ли. Перестань болтать. Куда вы? Надо обеспечить тебе 28 спокойных минут. Вы в отличной компании, лейтенант. Нет, нет, не надо! Не стреляй! Пригнись, Борак! Борак! Дойл, не стреляй! Что ты несешь? Он спас меня. Он спас мне жизнь, Дойл. Он защитил меня от этих тварей. Он меня спас. Кажется, он тоже хочет отсюда убраться. Вступайте в клуб. Вот уж не думал, что буду так рад тебя видеть. Еще бы. Что там с бомбой? Дарвин работает. Ты в порядке? В порядке. Ну же, чертова железка. Осталась последняя кодировка. Не отходи от меня. Здесь не следует теряться. Не отходи от меня. Что случилось? Борак. Он был жив. Что? Я наткнулся на него около космического корабля и привел сюда. Одна из этих тварей. Я не смог его спасти. Я опоздал. И что теперь? Вы хотите все бросить, сэр? Хотите сбежать домой? Она остановила программу? Сомневаюсь. По ее виду не скажешь. Какой ирландец получил самое большое количество призов? Скажи, что ты закончила. Я взломала коды безопасности и наткнулась на это. Тот, кто программировал эту программу, обладал оригинальным чувством юмора. Простите, но я больше не знаю, что делать. Что ты бормочешь? Это для любителей спорта. Я оставила спортивную энциклопедию дома. Я сам энциклопедия. Это рыжий ауэрбах. Неверно. Черт. С такой энциклопедией нам конец. Ну же, ты же знаешь. Рыжий его прозвище, а его звали Арни. Арнольд. Арнольд. Сколько именно призов? Восемь, точно, восемь. Неверно. Чушь. Он восемь раз подряд становился чемпионом. Последний приз он взял в 66-м году. Программа была написана в 64-м. Шесть. Спортивных героев надо знать. Подумай о себе. А это еще что? Песня Битлз. Неверно. Черт. Подождите. Что это значит? Беги, чтобы выжить. Нам крышка. У нас гости. Ему нужно название альбома. Резиновые души. Удачи тебе, счастливчик. Отлично, у нас получилось. Наконец-то. Черт. Осталось 30 секунд. Скажи, что ты сломала ноготь. У программы оказался дополнительный код. Ты запустила цифровой дешифровщик? Разумеется. Почему не буквенный? Потому что буквенным кодом давно не пользуется. С каких пор? С конца 60-х, когда в технологию вошли микрочипы. Когда запустили Рубикон. Какая я дура. Спасибо. Слово из трех букв. У меня нет буквенного декотировщика. Это может быть и не слово, может быть инициалы. Джордан Хенкель. А среднее имя? Не знаю. Это может быть что угодно. Восемь секунд. Нам конец. Попробуй инициалы Кеннеди. Программа остановлена. Есть! 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 Президентов тоже знать не мешает. Согласен. Это что? Компьютер отослал сообщение с подтверждением Пембреку. Генерал Пембрек. Пембрек слушает. Мы получили сигнал. Устройство остановлено. Поехали. Что ты делаешь? Просматриваю последний отчет Хенкеля. Хочу знать, что тут было на самом деле. Это не киборг выпустил тех тварей, а люди Хенкеля. Запись отчета. 10 утра, 3 марта. Я доктор Джордан Хенкель для генерала Фостера Пембрека. Ситуация критическая. Я активировал систему уничтожения. Повторяю, система уничтожения включена. Эвакуация в 13.00. Киборг пытался их спасти. Лейтенант. Ложись. Отлично. Еще есть взрывчатка? А как же? Тогда сделаем так. Чтобы проект Пембрека и взаправду канул в лету, надо нашпиговать базу. Молодец. Ставим на 15 минут. Кабани копыта Тайлера. Зачем? Чтобы надрать задницу Пембреку. Ладно. Ты займись лабораторией. Ты коридором. Встречаемся здесь через 5 минут. Есть, сэр. Сколько еще там этих тварей? Мы прикончили почти половину. Осталось 3-4 штуки. Осталось 3-4. Осталось 3-5. Сколько еще там место. Один? Испоко. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вам меня не сожрать! Нет, нет, не стреляй! Он меня спас! Я не знаю, почему. Надо как-то дать ему знать, чтобы он убирался отсюда, ко всем чертям. Надо как-то дать ему знать, чтобы убирался отсюда, ко всем чертям. Ты понял? Ты понял. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Стоять! Оружие на пол! Привет, парни! Рад вас видеть! Где Дойл? Не знаю, сэр. Я делаю обход. Здесь полно каких-то тварей. Свяжись с ними по рации. Мы лишились рации, генерал. Он изучает наш язык? Надеюсь. Он хороший ученик. Кейдж, прием. Сорентино? Система отключена. Генерал, мы их еще не обнаружили. Пытаемся восстановить систему видеонаблюдения. Мне плевать, как вы это сделаете. Но мне нужен киборг, живой или мертвый. Сэр, а как же Дойл и Дарвин? Они вряд ли уцелеют. Но генерал... Они расходный материал. Надо вытащить его отсюда. Я не позволю помраку его поймать. Они убьют нас, если увидят. Дошло наконец-то. Что ты задумал? Пембрек ничего не получит. Сэр, в ангаре не работает система наблюдения. Вышли туда людей, и пусть не разводят сопли. Первый взвод. Осмотреть ангар. Этот корабль стоит здесь с 84-го, с момента первого контакта. Он не поднимался в воздух 16 лет. Это поможет. Ты вытащил эту штуку из разбившегося корабля? Этот корабль был беспилотным модулем. Теперь он будет функционировать как положено, и я смогу вернуться и уберусь отсюда ко всем чертям. А он тут здорово адаптировался. Тебе что-то не нравится? Нет, он одобряет твои слова. Зачем ты сюда прилетел? Мы прислали сюда те существа, чтобы узнать, подходит ли ваша атмосфера для жизни. Я приехал забрать их и отвезти пробы. Вы прислали убийц. Мы не знали, что они будут для вас такой угрозой. Это просто жуки. Обещаю, если мы к вам прилетим, своих жуков мы не возьмем. Увеличение энергии. Это еще что? Выброс какой-то энергии. Это происходит в ангаре. Немедленно окружить ангар. Все вперед! Быстро, быстро, быстро! С нами все будет в порядке. Улетай отсюда. Удачи, Дойл. Назад! Взрывай! Придумай что-нибудь, Дойл. Дойл! Попробуй понять, как эта штука работает. Вперед! Работает! Вставай! Туда, быстро! Работает! Вперед! Вперед! Сиди здесь. Рейс откладывается. Нам повезло. А теперь полетаем. Теперь полетаем. Вперед, вперед! Спасибо за предупреждение. Дойл? Ты ждал своих головорезов? Они мертвы, как и Джимми. И как трое из моей команды. Ты совершаешь ошибку. Ты думаешь? Стреляй в него! Питер. Возмездие. Не уподобляйся им. Ты не такой. Твой ад только начался. Стойте, не стреляйте. Ты всего лишь жалкий недоумок. Ты на удивление туп. Неужели ты думаешь, что сможешь остановить то, на что я потратил всю свою жизнь? Я собрал информацию, о которой ты и не мечтал. Я обладаю оружием будущих поколений. Твой брат все понимал. Он знал, что значит работать в команде и выполнять приказы, как хороший солдат. Но только не ты, Дойл. Ты просто никчемный юнга. И на моем корабле тебе не место. Уведите его отсюда. Брось оружие. Лейтенант. Я даю вам шанс остаться. Не стоит, генерал. Мне не нужно такое будущее. Вы знаете, что делать. Отдай мне. Не знаю, сколько Пембрэк вам заплатил, но через пару минут вы поймете, что этого мало. Заткнись. Заходите. Я туда не пойду. Там одна из этих тварей. Да, он прав. Мы заперли там одного. Черт. Ну и девица. Какой удар. Ребята, время. Надеюсь, ты умеешь летать? Сейчас узнаем. Так попался. Сейчас. Да и увы. Ага. Ага. Продолжение следует... Дай посмотреть. Все еще думаешь, что я псих? А ты по-прежнему считаешь меня стервой? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok КОНЕЦ Ты придешь на Арлингтонгское кладбище? Да. Я влечу на следующем вертолете. Вы с Кейджем должны отвезти их домой. Через пару часов все это исчезнет, и никто никогда не узнает, что мы все же установили контакт. Только представь, что было бы. Сомневаюсь, что мы услышим о них в ближайшем будущем. Вряд ли наша планета будет числиться в межгалактическом туристическом путеводителе. Мы повстречали врагов, и ими оказались мы сами. Кажется, именно так было сказано в одном комиксе. Олл Келли? Пога? Лейтенант, если бы мы постарались, мы бы нашли друг у друга много общего. Вы когда-нибудь были в Вашингтоне? Нет. Жуткое место. Полно бюрократов и политиков. Но там есть один ресторанчик, где подают потрясающих устриц. Правда? Ненавижу устриц. На русский язык фильм озвучен по заказу СТС в 2004 году. СТС в 2005 году. СТС в 2005 году. СТС в 2005 году.